здравствуйте сегодня у нас в программе светлана холопова мастерица умеющий передать своих работах природное совершенство флоры и и цветы из полимерной глины никогда не завянут и настолько реально выглядит что хочется их понюхать и сегодня мастерица у нас в гостях и она нам все об этом расскажет здравствуйте светлана здравствуйте елена расскажите пожалуйста с чего все началось с чего все началось даже я прям сразу так и не скажу все же не моя в творчестве я всю жизнь занимаюсь творчество начиная с художественной школы наверное началось все наверно с того что я увидела еще в 2011 году в интернете чудесные композиции с полимерной глины у нас еще в петропавловске даже никто не знал что есть такой материал из которого можно лепить цветы а я в это время занималась войлоком шерстью и мне очень-очень захотелось попробовать научиться лепить вот именно такие цветочки сразу скажу что это очень дорогое удовольствие дорогой хобби потому что все материалы которые есть для цветодели они японского производства глину заказываем с японии это очень дорого вот но когда есть у человека желание они не становится ни перед чем я нашла филиал школы японской в россии вот узнала сколько стоит обучение съездила туда закончила несколько курсов по светодели у меня есть сертификат о том что я закончила курсы вот из 2011 года я занимаюсь цветоделием а почему именно цветы вот направление цветы вам всегда нравились цветы это же такое вот не совсем простое так скажем направление ну не простое но и тем не менее диапазон работ где можно применить вот именно цветы очень большой то есть это могут быть какие-то маленькие работы да типа бутоньерка брошь то что мы можем применить в жизни заколочки для девочек для девушек это могут быть какие-то гребни вот такие вот цветами для волос ободочки лето и мы женщины все любим себя украшать да украшать своих девочек вот можно слепить с разными цветами в любой цветовой гамме под платье вот опять же композиции цветочные хочется украсить свой интерьер чем-то необычным даже вы и цветы же жизнь у них недолгая максимум три дня и все и цветок погибает а такая композиция может украшать интерьер годами и ей абсолютно ничего не будет только флористика или есть еще какое-то направление вашей работе у меня очень многогранное творчество я занимаюсь валянием из войлока несколько работ я своих принесла вот потом я занимаюсь вышивкой и очень люблю вышивать и 6 сумки лепить лепить из керамики лепить из теста полимерной глины на это нужно очень много много времени как у вас построен день но так как я уже отошла вот я вольный художник я индивидуальный предприниматель как бы педагогическая деятельность отошла больше на второй план поэтому времени свободного у меня достаточно творчество изначально я работала в школе я преподаватель у меня 18-летний стаж работы педагогической но совместно вот с работой с детьми я как бы развивалась всегда творческие в один прекрасный момент поняла что я хочу я хочу работать дальше вот самостоятельно именно вот в этом направлении развиваться больше я ушла со школы и занялась вот именно такой творческой деятельностью а то есть то что вы делаете вы реализуете обязательно вы сказали о том что это очень дорогостоящие материалы значит получается в конечном итоге на выходе а вот вот такая вот заколочка будет стоить недешево к примеру тенге такая заколочка стоит если большие работы тогда вот такая вот композиция да то есть мы сюда когда считаем сколько стоит работа да мы вкладываем же не только оцениваем свой труд сколько стоит вот такой горшочек наполнитель каждый цвет точек посажен на проволоку и и тоже надо купить каждую проволоку надо мотать тейп-лентой для того чтобы слепить вот такие цветочки одной глины мало нужно специальные инструменты специальные молды то есть все это выходит затраты сколько примерно времени вы можете затратить на изготовление такого горшочка вот на то чтобы сделать вот такую работу уходит около недели потому что день ты посвящаешь чисто листочками день листочкам и день уходит на сборку то есть все пока слепишь обычно я леплю сразу на несколько композиций большом количестве цветов а потом уже целый день собираю вы работаете одна или у вас есть уже люди которые вам помогают нет я работаю совершенно одна но и у меня есть ученики то есть есть девушки которых это интересно которые хотели бы тоже научиться и с удовольствием делюсь своим мастерством с такими девушками то есть получается вы уже передаете этот опыт ученикам то есть есть какие-то специализированные ваши курсы на которые можно прийти есть мастер-классы для желающих также я провожу мастер-классы для деток цветы для них конечно еще немножко сложновато но мы лепим вот таких вот зверюшек то есть ребенок за мастер-класс пошагово я прямо объясняю как и с чего начать лепить то есть ребенок лепит такую зверюшку в процессе мастер-класса он обучается и в конце забирает ее с собой скажите пожалуйста светлана а именно вот если мы сейчас с детьми да вот поговорим о детях а любой ребенок может выполнить такую работу но у хотелось бы чтобы ребенок был усидчивый потому что ребенок у которого не хватает терпения и он вот как весь шило он конечно выполнит ее но не так качественно все таки ко мне приходят дети которым нравится лепить которые хотят чему-то научиться вот с такими детьми я работаю какой возраст от четырех лет и выше сколько по времени можете затратить в работе с ребенком сколько это нужно ну вот за час мы успеваем сделать скажем вот такого горымща то есть это недолго недолго получают дети удовольствие от это огромное удовольствие получают и не только дети бывает что они приходят ко мне с семьями вместе с мамой и со всеми братьями и сестрами а взрослые люди к вам приходили ходе потому что творчество а я так понимаю это такой процесс когда человек себя хочет реализовать еще в чем-то да то есть через творчество мы проявляем свой внутренний мир вот глядя на все это великолепие я хочу просто задать вопрос ваш внутренний мир соответствует тому что вы делаете ну конечно то есть вот вы вот такая вот на самом деле да как вот эти цветочки воздушная красивая и эфемерная такая или нет но мне кажется по моим работам можно понять какая как-то себя хвалить не очень хорошо это хорошо надо себя хвалить просто разное проявление нашего внутреннего мира до переходит в то что мы делаем руками поэтому когда к вам приходят взрослые люди у них сразу это получается потому что чтобы сделать такой горшочек я думаю что нужно как-то вот себя настроить наверное как-то внутри ну вот самое главное желание они приходят ко мне с большим желанием научиться а дальше если даже у них не получается мне не не трудно и десять раз человеку показать лишь бы он понял как это делать и сделал то есть результат у нас есть всегда я не просто даю глину и говорю вот все лепим у вас час работы я прям поэтапно объясняю листик за листиком лепесток за лепестком как и с чего начать вот для взрослых недавно я проводила мастер-класс мы делали уже готовимся к новому году делали вот таких снеговичков то есть вот на то чтобы создать такой снеговика ушло где-то два часа это спокойная работа мы никуда не торопились и вот сделали к новому году вот такую работу которую каждый кто посетил мастер-класс может подарить своим близким и родным украсить свой новогодний интерьер еще в преддверии у нас как раз а преддверие нового года да еще будет какой-то какие-то проводиться с вашей стороны мастер-классы именно по тематике нового года конечно вот сейчас я уже готовлюсь я буду показывать как делать вот такие новогодние рождественские венки сейчас у нас семимильными шагами набирает обороты вот мода на такие интерьерные вещи хотя на в европе на западе уже давно как бы эта традиция на двери обязательно вешать вот такой вот веночек не только он украшает как бы интерьер да или входную дверь он также имеет свое значение то есть он в виде круга это замкнутый цикл времен года и чем больше всего веночки тем больше будет достатка в доме вот но так как новогодняя тематика сюда на венок все можно использовать можно и фрукты и ягоды и где-то даже спилы дерева различные веточки натуральные искусственные вот эти все комплектующие у нас они есть или это тоже все заказывать это все есть но шишки можно набрать я еще с лета начинаю заготавливать материал природный то есть вот спилы и шишки там желуди еще какой-то материал это все я заготавливаю заранее сейчас покажу вам еще один есть интересный веночек вот этот здесь полимерная глина используется то есть вот этот декор сердечки звездочки это я все слепила из полимерной глины вот палочки корицы это все можно найти в магазинах вот я посмотрела сейчас на палочки корицы и у меня пришла такая в голову мысль это ж нужно какой обладать фантазии вот как вам приходит образ а все это постепенно приходит это я с самого начала не знаю что у меня получится то есть прикладывая одну вещь другую сначала приклеила веточки ели задала ритм потом приклеила яблочки дальше уже смотрю по цветовой гамме что сюда подойдет конечно же шишки потому что новый год зима какая же без шишек и ели корица вот можно было конечно использовать ткань и шить вот эти вот элементы но в нашем городе тяжело красивую ткань найти вот именно вот чтобы она подходила поэтому я вышла из положения тем что я все это слепила заранее слепила и потом уже наклеила скажите пожалуйста светлана а вот с какими трудностями приходится сталкиваться в процессе работы с нехваткой материала вот хочется знаете полет фантазии хочешь и то и вот это попробовать а все это приходится выписывать чаще всего через интернет чтобы иметь возможность все это сделать потому что у нас только-только начинают развиваться магазины для творчества и как бы не все необходимое для работы можно приобрести ну на сегодняшний день магазин для творчества предлагают огромное количество различных материалов как вы ориентируетесь ну вы знаете очень узкая такая специализация в наших магазинах в основном швейная фурнитура вот для флористики чтобы что-то найти очень тяжело но если приходится заказывать через интернет хочется же любой мастерице это потрогать руками ну конечно то есть это вы покупаете получается кота в мешке если через интернет да не всегда может быть то что вы хотите но мы же как бы ориентируемся на фотографию которую выставил продавец да продавая свой товар вот читаем описание уже потом заказываем а есть что-то такое что вас вот безмерно вдохновляет может быть музыка может быть путешествие может быть знакомство с какими-то людьми однозначно все что вы перечислили все вдохновляет и музыка музыка вообще она повышает настроение вот когда хочется немножко вот такой вот душевный душевного подъема да обязательно слушаю музыку и общение с людьми я часто принимаю участие в выставках и ярмарках когда вы встречаетесь на выставках с новыми людьми эти люди делятся с вами своими методиками во-первых да очень большое впечатление ты общаешься делишься своими работами своими знаниями они тоже с тобой вот приезжаешь домой назад уже в таком настроении приподнятом и уже обязательно с планами на будущее что вот ты хочешь попробовать себя и в том и в том и надо вот здесь еще чуть-чуть поработать а с какими вашими коллегами по творчеству так скажем вы встречались и кто на вас произвел самое большое впечатление вы знаете в этом году я ездила впервые вот я была единственной участницей от казахстана я ездила на бажовский фестиваль который проходил на урале я всегда мечтала вот несмотря на то что принимаю участие в выставках вот побывать вот именно на таком фестивале куда съедутся мастера со всей России вот там исконно русские промыслы были кузнечное дело плетение из лозы береста у нас есть береста но там представляете со всей России это настолько вот грандиозно во-первых отличается по почерку работы внешний вид работы отличается гончарное дело было и там прям проводились мастер-классы то есть если ты хочешь научиться ткать на ткацком станке например полотно ты мог запросто вот поучаствовать в таком мастер-классе все участники были в костюмах национальных это прям было условие организаторов я тоже себе сшила костюмчик вот и настолько когда попадаешь в такое место где вот этот вот вот оно вот все вот какое оно должно быть просто дух захватывает и это очень вдохновляет вот на будущий год я тоже хочу еще раз поехать и подтяну всех своих коллег чтобы не обязательно поставили мне компания Светлана скажите пожалуйста а кто ваш заказчик кто вам заказывает чтобы вы что-то сделали среднестатистически опишите а заказчики у меня обычные простые люди наши горожане бывает так что нужно девочки на утренниках какой-то красивый ободок платья или девушки на свадьбу веночек да или букет букеты для невест я тоже леплю сейчас кстати очень модно чтобы букет был не из живых цветов которые к концу свадьбы уже все никакие а вот именно чтобы букет хранился у невесты практически всю жизнь в качестве памяти вот о таком событии как свадьба вот бывает приходят ко мне говорят вот человечек очень дорог для меня я хочу сделать подарок но такой чтобы вот он стоял долгое время и ее радовал вот в такой-то цветовой гамме уже на заказ я выбираю цветы мы договариваемся цветовую гамму и делаю на заказ то есть такой вот индивидуальный хендмей ну да то есть под личность определенную даже можете делать вот такие вещи скажем как заколки это в основном у меня весна лето девочки приходят и покупают то что им нравится то есть выбирают куда они приходят у меня есть своя мастерская торговый центр горизонт третий этаж двадцать третий бутик вот я все время работаю каждый день на своем рабочем месте кто меня знает уже приходят туда замечательно а были ли у вас такие заказы чтобы допустим украшить украшение интерьера ну чаще всего это букеты наверное большие композиции вот сейчас у меня больших работ с собой нету потому что уже как бы сезон прошел и я больше готовлюсь к новому году будут рождественские композиции вот а для интерьеров чаще всего из цветов вот спрашивают масштабные работы какие-то вот допустим какой-нибудь украсить центр детский например да в новогодней тематике вот какие-то такие заказы были у вас нет таких заказов прям градионных больших не было был ли такие заказы вот что мне приходилось корзину огромную делать цветами с полимерной глины отправлять в другие города а вот чтобы полностью украсить какое-то помещение нет возможно это появится скажите а вам лучше работать на маленьком объеме или на большом я люблю на большом очень больше работать и мне легче работать мелкие такие вещи все таки они столько же отнимают время сколько большие но более кропотливые а есть у вас вот ваши такие вот ученики последователи которые именно вам очень сильно помогают и которых вы видите определенный потенциал вот может быть знаете что интересно бывают же ученики учишь вот по своей какой-то методике да а он совершенно в другом русле и вот такой вот уникальный абсолютно все в своем русле работают вот хотя показываешь каждому один и тот же прием но у каждого свой почерк у каждого свое видение цвета и формы и абсолютно другие получаются цветы а вам доставляют удовольствие что ваше творчество продолжается дальше вы легко делитесь я легко делюсь легко делюсь мне хотелось бы чтобы вот ну вот у меня есть две ученицы которые действительно вот продолжают заниматься и хотят дальше развиваться в этом плане с одной я тесно сотрудничаю мы вместе ездим на выставки на ярмарке то есть она уже даже не ученица она моя подруга и в заключение хотелось бы спросить вас а что вы больше всего цените в жизни и что вам абсолютно неприемлемо такой довольно таки пространственный вопрос в чем именно ну что для вас самое главное в жизни ваше творчество может быть вас вдохновляет на такие прекраснейшие работы любовь может быть ваши дети что вот вас вот именно ну для меня как для женщины как для мамы на первом плане конечно стоят мои дети а на втором безусловно творчество любовь она конечно особенно творческий человек особенная женщина без нее никуда то есть эмоционально вот этот всплеск желание творить и что-то делать естественно это нужно мне кажется любому человеку даже не очень творческого а что вы никогда не будете делать никогда не буду повторять чужую работу вот сейчас я смотрю современные современные мастера ничего не стоит вообще сплагиатить работу и ко мне иногда мастерскую подходят приходят и достают фотоаппарат и начинают фотографировать в точности хотят вот идею вот это для меня неприемлемо потому что я считаю что умирает творчество когда ты копируешь чужие идеи когда ты копируешь чужой почерк индивидуальность человека пропадает поэтому меньше надо зацикливаться на чужих работах больше давать полет своей собственной фантазии к тому же ну ничего сложного нет нужно просто подумать какие материалы использовать какую цветовую гамму тематику и я думаю что обязательно все получится вот я против плагиат спасибо вам большое Светлана за то что вы есть за то что вы создаете такие шедевры хотелось бы вам пожелать творческих успехов полета фантазии побольше учеников спасибо вам огромное и больших масштабных работ спасибо вам огромное за то что вы меня пригласили за этот чудесный разговор до нашей встречи за чай спасибо всего добра спасибо 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 и